В общем надо изготовить вот такую детальку, ну с токаркой тут все понятно, а вот эта выемка, вот эта интересная, она сферическая, туда какая-то вставляется деталь и так вот поворачивается. Попробуем сделать ее вот такой сферической концевой фрезой, она чуть больше, но это не принципиально. Я вот так вот установил деталь в призмах, взял две измерительные призмочки и попробуем просто тупо засверлиться этой фрезой. Сначала сделаем центральное отверстие, рассверлим, а потом доработаем вот этой фрезой сферической. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Обязательно нужно указать плоскость, в которой строить. Без этого компас просто крашится. Ну вот построен такой блин с зубчатым венцом. Дальше нужно нарисовать крепежные и прочие отверстия. Можно это сделать по-простому, там вырезанием. Но я воспользуюсь библиотекой отверстий. Выбираем отверстия с двумя фасками. Указываем грани. И направляющую, например, перпендикулярную ось. Тут указываем размеры фаски и отверстия. И вот посадочное отверстие диаметром 52 мм построено. Крепежное отверстие построим с помощью функции кольцевые отверстия. Также указываем размеры отверстия и фаски. И диаметр, по которому расположены эти отверстия. Аналогично строятся декоративные, облегчающие отверстия. В данном случае это 12 отверстий диаметром 40 мм. Получаем 3D модель, которую можно использовать для создания программы для станков с ЧПУ. В крайнем случае чертеж, созданный по модели, можно просто тупо распечатать на принтере и наклеить на стальной лист. И просверлить отверстие дрелью и вырезать остальной болгаркой. Мы решили вырезать нашу звездочку на плазме. Но справедливости ради нам как бы сразу не обещали никакой точности. Плазменная и лазерная резко хороши, видимо, только на тонком железе. А на толстом результат оставляет желать лучшего. Блин, не знаю. Что об этом можно сказать вообще? Это, говоришь, в минусе, да, под росточку? Да, это в минусе. Эти дырки декоративные. Вот это вообще огонь. Тут звездочка хромать будет на этой дырке. Типа это напильником доделает. В общем, за полторы тысячи рублей, короче, вот такой полуфабрикат. Такая шняга, да. Ну-ка сделаем на свет, что-то, зубья покажу. Какой они формы. Может, даже камера не передаст. Ну вот форма, вот самые такие... Ужасные зубья. В одну сторону закошенные какие-то. Там, короче, ни одной прямой... Нету стены. Нету, нету. Ну, как дует, видать, это так и вырезает этим. Вот, смотри, на конус. Ямами какие-то... Вот. Держи, ну, не будет. Это, наверное, нравится. У нас еще и 8 миллиметров осталось. Да. Короче, сточить... Возможно, придется перерассчитать и здесь вот просверлить, короче, дырки. И сделать другую звезду. Потому что, ну, я не знаю, как тут цепь себя поведет. Но эти цены... Токарная обработка заключается в растачивании центрального посадочного отверстия и в протачивании обоих торцев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не стали рисковать, зажимать за края, поэтому остались такие буртики. К вот этим декоративным отверстиям никаких требований по точности нету. Нужно только зачистить острые кромки. Крепежные отверстия малого диаметра на плазме нам тоже отказались делать. Сказали, что не получится. Просверлим их на фрезерном станке, используя старую звездочку как кондуктор. Форма зубьев звездочки цепной передачи. Это не просто множество отверстий, просверленных по кругу, как некоторые думают. Идеальная форма по ГОСТу довольно сложная. Она образована несколькими сопрягающимися цилиндрическими поверхностями. И имеются также закругления в поперечном сечении зуба. В мелкосерийном производстве такие звездочки изготавливаются на зубофрезерных станках. В крупносерийном методом штамповки. Ну а в гаражных условиях с помощью всемогущей болгарки. Наши технические возможности на данный момент позволяют обработать дополнительно вот эти поверхности. Сейчас на фрезерном будем дорабатывать эту звездочку. Она вся кривая, косая. Будем исправлять геометрию зубьев. Хотя бы там, где встает ролик. Установил, что ее на поворотном столе. Вот на такой оправке. Она начинается здесь, заканчивается здесь. Пришлось подкладывать такую шайбу, чтобы она не задевала за рукоятки и за делительный диск. Значит, нам надо профрезеровать вот этот буртик, чтобы толщина звездочки была не больше 7 миллиметров. Звездочка весело звенит, как колокол. Поэтому, чтобы тут с ума не сойти от этого звона, будем класть, ну, близко к месту обработки, такой вот груз свинец или какой-нибудь. Найдем еще кусок железа. Звездочка весело. 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 С этой стороны обработали, переворачиваем. Сейчас будем фрезеровать радиус. Можно разбить радиус на 2-3 прямые, касательные. При желании по 3D модели делается чертеж звездочки. Толщина звезды по ГОСТу 7 мм. Но для уменьшения веса звездочки допускается уменьшать ее толщину до 6 и даже до 5 мм. Закругление в поперечном сечении можно сделать приблизительно вот таким способом. Проводятся вспомогательные линии, вот эта вертикальная, и 3 горизонтальных через каждые 3 мм. Начиная от вершины зуба. Затем проводятся касательные или хорды, и измеряется угол между ними и вертикальные. В данном случае получается примерно 10-20 градусов. Ранее у меня получились другие углы, но это не принципиально. И сейчас будем фрезеровать закругление, так называемый радиус закругления зуба. Я наклонил голову на 23 градуса. Заготовка сильно вибрирует, невозможно. Даже наложил вот эти вот грузы, как бы не очень помогает. Так что сделал вот такой домкратик, поджал этот низ. Сейчас попробуем обрабатывать так. Сейчас устанавливаем наклон головы на 7 градусов. Еще дополнительно закругляем зуб. Пробуем надеть цепь. Цепь вообще не садится на место, не налазит. Вот вам и плазма. Видите, шаг не выпадает в зуби. Зуби соскакивают. Какая-то часть укладывается во впадины. Нам придется еще и углублять вот такой фрезой. 8,7-8,6. Это диаметр, который соответствует ролику. Сейчас будем фрезеровать вот эти впадины. Делаем первый проход. Стачиваем ползуба. Идет вибрация, потому что жесткости никакой. Фреза с углом. Она ее отрывает даже от подпорки. По-хорошему тут надо фрезу с обратной ленточкой в другую сторону, чтобы она прижимала вниз. Но такой нет. Исправляем запоротый зуб. Так, пробуем натянуть цепь. Нифига, так и не попадает шаг. Придется фрезеровать еще. Профрезеровал где-то половину зуба. Видите, после плазмы форма зуба как бы такая на конус, коническая. Пол зуба обработал. Все еще шаг не совпадает с цепью. Ну, придется фрезеровать полностью до нижнего края. Это я заглублялся где-то на полмиллиметра. А надо, значит, где-то на миллиметр. Короче, достала вибрация и сделал такой упор, который прижимает звездочку к низу. То есть не дает фрезе поднять эту звезду. Тут прямо поверхность, вот этот торец скользит по вот этой планке. К сожалению, придется работать практически вслепую. Вот я ввожу туда фрезу и буду работать чисто по лимбам, потому что никак больше не определить положение. Так, ну что, проверяем. Идеально. Вся цепь. Налезла на звезду. Ну что ж, звездочка готова. Можно ее устанавливать на мотоцикл. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует...